Добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы начинаем первый выпуск в новом 2018 году еженедельной программы Зона Правды. Обычно выходит у нас по вторникам. Сегодня мы решили в среду, потому что есть вопросы, которые, как говорится, требуют незамедлительного рассмотрения. Такой вопрос, это у нас общее подведение итогов за 2017 год, дорожно-транспортные обстановки по городу Хасаверт, об итогах проведенных мероприятий. И поможет нам в этом эксперт студии сегодняшней, старший инспектор по пропаганде и безопасности дорожного движения по городу Хасаверт Аббиев. Абдунасер, добрый вечер. Добрый вечер. Вот, будет, значит, у нас первый вопрос, как у нас прошел 2017 год относительно ситуации на дорогах. Вот, и с какими цифрами мы подошли к этому году? Ну, к сожалению, можно констатировать, что у нас в прошлом году, в 2017 год, большой рост дорожно-транспортных происшествий. Это два раза увеличилось дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими. И в результате чего, конечно, если у нас погибшие, это 17 происшествий, 6 погибло и 25 человек ранено. А в 2016 году у нас было только 9 происшествий, 3 и 7 ранено. Поэтому у нас увеличение дорожно-транспортных происшествий. Это основном, это на автодороге Хасаверт-Баба-Юрт и по улице Пролетарской основные очаги дорожно-транспортных происшествий. А вообще за основную, ну, территорию, допустим, вашего ведомства, вот, какая территория уходит? Ну, территория раньше у нас, мы не обслуживали автодорогу Кавказ, это федеральная автодорога. И сейчас уже выставляем в связи с тем, что там образовались пробки на мосту, это Ярексу. Поэтому сейчас и на Дыломском кольце, чтобы как-то гладить обстановку и как-то снизить пробки. Пробки, поэтому выставляем наряды на этом участке. И чтобы, конечно, в первую очередь, это задача снижения дорожно-транспортных происшествий. Поэтому и ранее на заречной части не выставлялись. У нас есть погибшие заречные части. На Оксаевской развилке был случай 30 октября, где водитель автомашины не уступил дорогу, попал под ближайший КАМАЗ, и в результате двое погибли у нас. Поэтому на этом участке тоже выставляются наряды. Ну, у нас по нарядам выставляются в основном по этим очагам, по разрабатываются в связи с тем, что где аварийность, где большие и пробки, конечно, в том числе. Вот если, допустим, говорить, какие основные причины дорожно-транспортных происшествий, ну, какие они являются самыми наиболее частыми? Ну, у нас причины разные. Это превышение скорости, прежде всего. Ну, и со стороны пешеходов у нас есть случаи, у нас каждый год, у нас в этом году, в 17-м году прощечиваем, то есть у нас 7 случаев из 17, это связано с пешеходом, наездом на пешеходов. И большинство пешеходов нарушает правила дорожного движения. Это выход на проезжую часть, неустановленный месте переход дороги. И неожиданный выход, что может, конечно, способствовать этому, сопутствовать это ДТП. У нас вот на автостанции был случай, многие видели, и по инстаграму, что человек не переходит дорогу на пешеходном переходе, переходит только вблизи, в которой стояла автомашина грузовая, где ему обзор, конечно, невидим был, и, конечно, попал под машину. То же самое и в других участках. В ночное время, в основном, это связано с тем, что неосвещенность улиц, ну, в основном на автодороге Хасаюд-Бабаю, где много у нас частых происшествий, наезд на пешеходов, связано с тем, что неосвещенность, и люди переходят, конечно, дорогу в неустановленных местах, темные одежды, вот причины тоже, вот, большинство, тоже водители поздно замечают. Да, его трудно увидеть, да? Ну, да, сейчас у нас и акции проходят, свето-возвращатели, это связано и с детьми тоже, чтобы они во всех школах совместно с управлением образования у нас прошли эти акции. Ну, и, конечно, хотелось бы, чтобы и взрослые понимали, что одежда человека, она тоже какую-то роль играет, она большую роль играет, потому что темная одежда, водитель плохо видит на дороге, это может сливаться с дорогой, и, конечно, пасмурная погода, особенно у нас, вот, часто бывают случаи, когда водители, вот, не замечают, могут совершить наезд на пищу кода. И, конечно, это может быть плачевным итогом. Вот, если, допустим, говорить о вот этих летальных исходах, да, я вот почему, в принципе, это, как бы, вопрос задаю, может быть, вот, наиболее, допустим, вот, в тех ДТП, где летальные исходы есть, может быть, там какие-то есть случаи, которые, нарушения, которые именно вот и приводят к таким вот серьезным последствиям, имею в виду. Ну, в первую очередь, это неожиданный выход на дорогу, это приводит к этим случаям со смертельными, вот, у нас был в 16-м году случай, когда ребенок, вот, со школы возвращаясь, выйдя с маршрутки, начал перебегать дорогу, и, тем самым, попал по другую маршрутку. И, конечно, водитель тоже не ожидал такого неожиданного выхода, не смог вовремя остановить. И, конечно, совершилось наезд на этого ребенка, это учащийся второй школы. Конечно, спасти ребенка не удалось, и в связи с тем, что были травмы несовместимы, поэтому, и, конечно, и взрослый попадает под машину, то, что вот в 16-м году у нас женщина по улице Грозенске между елок прямо днем, час дня, вышла, вот, неожиданно вышла на дорогу, и водитель 99-й не смог вовремя остановиться и совершил наезд, в результате чего эта женщина тоже самая погибла. Поэтому неожиданный выход на дорогу, это, конечно, в первую очередь для водителя и для пешехода опасно. Ну, это такая, как бы, наиболее часто встречающаяся, ну, и метро, наиболее опасная, наверное, будем так сказать, по последствиям. По последствиям, и, конечно, водитель не ожидал, неожиданно, это так оно и считается, неожиданный водитель не ожидает такую, и на скорости, он, не снижая скорость, может совершить наезд на этого пешехода. У нас также был случай в Заречной части, по Оксаевске, в красе ребенок поздно-допоздно игрался, и в компьютерном зале, и вспомнил, что надо домой, и начал бежать домой, перебегать дорогу, и из-за стоящей автомашины кроматься, он выбежал на дорогу, водитель приоры, не смог вовремя среагировать, остановить машину. Поэтому то же самое мы потеряли, тоже школьника, хороший учащийся, отличником был, но, тем не менее, получилось так, что не соблюдая... Вот такой печальный исход, как бы. Вот, если, допустим, сейчас о школьниках упомянули, вот мы тоже, как бы, регулярно освещаем мероприятия, которые проходят, хотелось бы поподробнее, о тех мероприятиях, которые у нас за 2017 год в городе были проведены, значит, вашим ведомством, их цель, и, если можно, вот в этом моменте чуть поподробнее анализ, да, общий анализ, есть ли, как говорится, результат, да, той проводимой работы? Ну, результат, конечно, есть, потому что у нас в прошлом году у нас один только случай, это ребенок пострадал из-за того, что водитель автомашины резко нажал на тормоз, и в результате чего он, конечно, был без удержившего устройства, и ударился в салоне автомашины, а остальные вот года вот у нас, каждый год мы теряем детей из-за того, что вот ребенок без присмотра, без родителей остается на улице, и попадаются такие ситуации, что действительно вот то, что он играется на дороге, это уже, конечно, большой минус у родителей, то, что не углядели, то, что катается на велосипеде до 12 лет, он не имеет права кататься на дороге, и, конечно, родители должны, в первую очередь, об этом задуматься, что покупая велосипед, чтобы предупредить, чтобы он на большую дорогу, хотя бы на большую дорогу не выходил, не катался там, потому что это может... Они, дети многие не осознают... Это такое правило для велосипедиста, да? Для велосипедиста, да, в первую очередь, это... Ну, конечно, она и для пешеходов, для детей, это, конечно... Родители, в первую очередь, должны учить своих детей, чтобы они не нарушали правила, и когда переходят дорогу, останавливают, не перебегают... В первое время школу дети, основном, идут с родителями, им показывают, как нужно, где пешеходный переход, основном, чтобы они были заметны. И у нас вот совместно с Управлением образования проводятся вот эти мероприятия, акции, что детям как бы в игровой форме доводится, что опасность дороги, вот есть какие-то положительные результаты в этом плане с детьми, конечно, у нас работа проводится, и очень даже хорошая работа есть. А на что больше всего акцент делается? Вообще, имею в виду, вот в этом совместном образовательном процессе к чему, как бы, имеется соблюдение ПДД, культура вождения, либо, допустим, там, я не знаю, проявление, допустим, там, какой-то осторожности, что-то на другом, имеется какие-то вот направления? Ну, в первую очередь, это у нас задача, что-то, как должен вести себя ребенок на дороге. Пешеход, пешеход, он и является пешеходом, любой школьник, он и пешеход. Поэтому, в первую очередь, у нас вот в классных, в классных часах, они вот ставятся задачи учителям, чтобы они вот учили детей на классных часах, и у них проводятся мероприятия в каждом школе, и в каждом классе, что по безопасности своего поведения на дорогах. Это, в первую очередь, главное, чтобы как они переходили дорогу. Посещая эту школу, вот, в первую очередь, мы обсуждаем этот вопрос, и, конечно, приводим эти примеры, чтобы эти дети знали, осознали, что это может быть опасность для них той же самой. И приводим примеры, то, что вот так получилось, что как ребенок попал под машину, из-за чего у него причины. И стараемся, как бы, довести до ребенка, что он не повторял такие ошибки. Поэтому очень даже хорошая работа проводится, и с этим светоотражателем тоже вот все школы, все, буквально все школы купили, приобрели этот светоотражатель, и на городе, когда видишь, уже в портфелях и на одежде. Да, в городе это очень заметно. Заметно. Ну, конечно, в ночное время им нежелательно, чтобы эти дети, надеясь на этот светоотражатель, чтобы они появлялись на дороге, чтобы, ну, тем не менее, они нужны для детей, особенно, вот, то, что мы говорим постоянно, чтобы они дорогу переходили правильно, вот, не перебегали перед близкими, идущие машины, в первую очередь, осмотрелись по сторонам. Ранее было, вот, посмотри налево, дойди до середины, этого такого нету. Сейчас нужно на обе стороны посмотреть внимательно, и только тогда, убедившись, что нет машины, тогда только переходи дорогу. Ну, будем надеяться на такие, значит, положительные результаты, что у нас будет все меньше и меньше вот таких случаев. Вот есть такой, наверное, такой вопрос. Вот мы все живем, в принципе, в городе, знаем и видим положение, да, допустим, во многих, не скажу во всех, во многих регионах нашей страны можно, в принципе, закрытыми глазами пройти по земле. Здесь это с чего-то большими последствиями. Вот, какая-то работа вот в этом плане, потому что, имеется в виду, сейчас, допустим, мы будем школьников учить переходить по пешеходной, в это же время водители, которые будут сносить. Ну, конечно, это в первую очередь должна касаться и водителей. Вот, имеется в виду, культура вождения, взаимоважения, вот в этом плане. На пешеходном переходе водитель обязан пропускать пешеходов. Это, к сожалению, у нас в городе этого мало, но, тем не менее, это мы стараемся, чтобы люди понимали, чтобы водители, они, чтобы пропускали, вот, выйдя и за пределы республики, мы сами видим, что очень там прекрасно это все проходит. Но, тем не менее, у нас в городе принимаем меры, чтобы водители, конечно, пропускали пешеходов, и, чтобы, конечно, и пешеходы переходили дороги только по зебре. Если мы будем их обоих, как бы, приучать к этому, будет у нас меньше и аварий, чтобы... Насколько я знаю, в этом году ужесточены наказания на этот счет. Но это мы, я так надеюсь, отдельно сделаем такой большой сюжет, значит, новых правил. Ну, имеется в виду, что там и как там вот эти мероприятия. А, значит, по другим мероприятиям, какие еще были мероприятия за 2016-2017 год и какие результаты у них? Ну, у нас сейчас в данный момент проходит по всей России эта акция, акция «Пристеглись ремень». Это считается то, что ремень безопасности, то, что пристегнул человек себя, может чуть меньше, как бы, обезопасить от этих последствий, от этих дорожных транспортных происшествий. Потому что степень тяжести последствий при дорожных транспортных происшествий может уменьшиться, потому что ремень, он может, как бы, сохранить его жизнь. И, конечно, нежелательно, чтобы водители на скоростях, у нас вот скоростной режим, это, в первую очередь, она влияет на безопасность и нетрезвом состоянии. У нас в последнее время, конечно, у нас уменьшилось вождение и нетрезвом состоянии. Но, тем не менее, есть водители такие категории, которые даже, будучи лещённым, нетрезвым состоянием, уже на 2018 году, за эти 10 дней, у нас два водителя, у нас привлечены повторно по городу Хасавюрту, за январь, имеется уже два водителя, которые управляют, будучи лещённым, и то в нетрезвом состоянии. В отношении, конечно, у них будет возбуждено уголовное дело по статье 264, и, конечно, они будут... Это уже уголовное дело? Да. Повторно, если водитель управляет нетрезвым состоянием, будучи лещённым, он уже попадает под статью уголовного кодекса. Это 264 статья, где ему грозит от 200 до 300 тысяч штраф, либо исправительные работы, вплоть до лечения свободы. Есть такая статья, и, конечно, эти водители, которые попадают, потом сожалеют, чтобы такого не было, желательно, чтобы они не садились за руль в нетрезвом виде, хотя в нетрезвом состоянии управления то же самое. Ужесточённость штрафа – это 30 тысяч штраф, плюс лечение права управления на транспортное средство. Это от полтора до двух лет могут права лечить, плюс добавок и штраф 30 тысяч. Это плюс к этому? Да. Ранее только или штраф, или было сейчас уже штраф, плюс увеличение права управления. Есть такое. А если, допустим, говорить о тем времени, если продолжить, допустим, есть у нас ещё, вот какие требования к пассажирам, сидящим в салоне, и ложится ли ответственность на водителя, либо уже каждый, как говорится, сам отвечает за свою безопасность? Как в этом плане? Этот вопрос часто задаваемый, потому что водитель, вот если управляет транспортным средством, легковой автомобиль, если у него пассажир не пристёгывает, он обязан ему предложить, чтобы он пристегнулся. Если он не пристёгывается, то водитель за него не отвечает. Можно прямо составить протокол на этого пассажира. Есть такое новшество. Ранее перевозил пассажира, вот если и то привлекался водитель, а сейчас могут и пассажиры привлечь ответственности, и также непристёгнутый ремень безопасности, то же самое, тысячу рублей штраф, как на водителя, так и на пассажира. Одинаково, что ли? Да. Ну, водитель, конечно, обязан ему предложить, чтобы пристегнулся, а если он не пристёгивается, конечно, за него уже он не отвечает, и отвечать будет сам пассажир. На него могут составить протокол. А вот с детьми как быть? С детьми тоже. Сейчас есть изменения, кое-какие изменения. Сейчас на этот счёт облегчили в этом плане. От 7 до 11 лет включительно на детские кресла разрешают, чтобы они сидели сзади пристёгнутыми ремнями безопасности. А ранее без удерживающих устройств не разрешали. Сейчас от 7 лет? От 7 до 11 лет включительно. Они могут, как обычно, сажать на заднее сидение и пристегнуть ремнями безопасности, как штатные. Обычный ремень. Не вот этот треугольник? Обычный ремень, да. Но, конечно, на заднем сидении это первую очередь. Потому что до 12 лет на переднее сидение он не имеет права сажать ребёнка. До 12 лет? Да. До 12 лет он в период на сидение не имеет права сажать ребёнка. Он только сзади. Ну, я имею в виду без ремня. Ну, конечно, там есть кое-какие категории. И если рост более 150 сантиметров, он может, как обычно, сажать и пристегнуть к обычным ремням. А так, удерживающие устройства обязательно. А по детям? По креслам я имею в виду, какая ситуация есть из меня какие-нибудь? Ну, я вот, то, что сказал, у них должны быть детские до 7 лет, конечно, люльки и удерживающие майки, да. И, конечно, от веса и роста это всё зависит. Поэтому то, что рост и вес, конечно, имеют значение на это детские удерживающие устройства. Они бывают разные. Конечно, если рост большой, маленький, майочный, у него не пойдёт. Можно, если до 7 лет, я ещё раз повторяюсь, то, что удерживающие устройства и плюс на заднем сидении. Вот сейчас, ну, с наступлением уже похолодания, и вот даже вот сейчас вот резко ухудшились погодные условия. Вот. Как-то влияет это на общую обстановку? У нас или как-то вот есть всё-таки водительское какое-то осознание, и люди как-то резко скоростной режим снижают? Ну, ГИБДД постоянно рекомендует такую погоду без крайней необходимости, чтобы не выезжали водители. Потому что гололёд, это, конечно, мы всё делаем, чтобы какие-то делаем работы, чтобы совместно УКХ и как подсыпки организуем. Но, тем не менее, водитель, у них навыки всё равно молодёжи не такие навыки, чтобы они могли ездить так, как летом. Поэтому рекомендуется им, чтобы они одевали, конечно, и зимнюю резину. Многие на летней резине ездят, потому что и у нас то временами, как бы оказывается, что снег, то снега не бывает. Поэтому периодически вот нужно будет менять. Многие на этот гололёд тоже самое используют летнюю резину. Это, конечно, категорически запрещается и правилами ПДД. Поэтому желательно, чтобы у них зимние были щины, поэтому, чтобы они на зимних скатах ездили. Ну, щипованные хоть и глипучки, и разницы нет. Ну, зимние скаты должны быть на этом участке, где особенно, где гололёд, если это новшество, то же самое, повторяюсь, где участки дороги, где имеется снег, гололёд, обязательно должны быть зимние резина. А то, что, если, конечно, снега не будет, то необязательно его никто не будет штрафовать за это на сухой дороге. Ну, это по климатическим особенностям, да? По климатическим, да. Это принимается Госдума, и до сих пор они, как бы, принимают этот закон, чтобы они действительно... На уровне рассмотрения. Да, на рассмотрении. Вот такой вопрос, раз уж мы по новшествам, значит, тему дотронули, по движению кольцевой. Вот сейчас, допустим, с начала года, да, насколько я знаю, или... Ну, она была и ранее у нас, это, как бы, ну, предложение. Но, конечно, на кольцевой выезжающий, он считается главным, но, тем не менее, должны быть установлены дорожные знаки, уступи дорогу, вот, который заезжает. Им обязательно, что кольцевая знак, и дополнительный должен быть, что уступи дорогу знак этому выезжающему. А выезжающий, он считается главным, так как уже на кольцевом, поэтому это правило есть. Многие, конечно, не понимают это общество, многие, как бы, не слышали, не знают, уступают, останавливаются. Но, тем не менее, знаки есть, правильно? Ну, если знак есть, он обязан, конечно, уступить дорогу выезжающему, а выезжающий, конечно, продолжит свое движение. Ну, то, что он уступит, конечно, может, задний, который едет, который может совершить ДТП, если дистанция у них, конечно, короткая. Ну, тем не менее, друг другу уважение, конечно, должно быть, на переклёсках и на дороге, что он уступит, то ничего страшного. Ну, конечно, желательно, чтобы они все по правилам ездили. Ну, вот здесь, вот в этой связи, допустим, лично даже у меня возникал такой вопрос, что если я въезжаю на кольцо, это одно дело, когда я, допустим, въезжаю в кольцо, но если я, допустим, поворачиваю просто направо в кольцо, не въезжая, не должен ли я, в принципе, уступать, потому что я, как бы, не мешаю никак этому движению? Ну, в любом случае, если вы заезжаете на этот кольцо, вот въезжающий, он должен уступить при наличии знака «Уступи дорогу». Ну, не везде они ещё установлены, ну, уже в городе у нас в многих местах. А есть такое понятие по умолчанию? Нет такого понятия по умолчанию. Там, в любом случае, должны ориентироваться на дорожные знаки. Там, в любом случае, должны быть знак «Кольцевая» и «Уступи дорогу». Это по этим правилам, по науществу. Если нет, конечно, по правилам помех справа должны проезжать, конечно, дорогу. Вот у нас ещё наиболее обсуждаемых тем, это были запрещающие знаки. Допустим, у нас есть светофоры, насколько я знаю, нескольких образцов, где, допустим, жёлтый свет мигает, потом он переходит на зелёный. Есть зелёный мигающий, и потом он переходит. Ну, имеется, да, я имею в виду, как-то поподробнее разъяснить понятие «запрещающий знак». И раньше как было, допустим, красный запрещающий, жёлтый, значит, предупреждающий, зелёный там разрешающий ехать. Ну, правила те же самые, но можно там как будто разобрать эту ситуацию. Если человек едет на зелёный свет, и ему моргает этот зелёный, он может попасть на жёлтый свет на середину этой перекрёстки. Он обязан продолжить движение и закончить этот проехать перекрёстку. А, конечно, в езжающем, если горит жёлтый, он не имеет права на это заезжать. У нас много таких случаев бывает при разборе. Ну, хорошо, если есть камеры, чтобы показать водителям, чтобы обоим... Ну, многие спорят, нет, я на зелёный ехал, нет, я ехал зелёный. Ну, обе стороны не могут на зелёный ехать, поэтому... Кто-то говорит заведомо неправду. Много случаев таких спорных получается, и при наличии, если камеры есть, можно просмотреть. И, конечно, в первую очередь, кто заехал на зелёный, на жёлтый попал, он уже имеет преимущество перед тем, что... Который заезжает на жёлтый, с красного на жёлтый. Поэтому водители обязаны подождать, пока этот зелёный загорится, который с красного на жёлтый. Конечно, они, в любом случае, продолжат движение, если он на зелёный заехал. Конечно, на жёлтый свет заезжать ни одному человеку, ни с той стороны, ни с другой, запрещается. Это уже запрещается? Ну, жёлтый свет, он запрещается. Вот такой вопрос. Вот у нас ДТП, допустим, часто бывает, ну, мы видим картину, да? И так, допустим, узкий проезд, там ДТП, и всё, образуется там огромная пробка. Есть ли какие-нибудь, допустим, критерии, которые, допустим, говорят, вот, вот, проезда что такое маленькое ДТП? Вот тут не надо, как бы, создавать там затор или ещё что-нибудь, там зафиксировали, там пошли дальше разбираться. Или как вообще себя обвести, вот, короткая рекомендация? Ну, при незначительных ущербах, есть сейчас по новым правилам Европротокола, это оба водителя, если согласны, если у них не приучает, сейчас уже рассматриваются до 100 тысяч, ну, вроде бы, с января есть такое положение, уже 100 тысяч ущерб, при получении ущерба 100 тысяч, уже то же самое разрешают, чтобы они, как бы, два водителя при составлении местной схемы, сейчас они фотографируют место ДТП, ситуацию эту, и, конечно, предоставляют страховую компанию. Она до 50 тысяч была и действует поныне тоже, если водители явно есть виновные, если, конечно, если у одной стороны нет страховки, тогда, конечно, нужно уже вмещательство сотрудника ГИБДД, поэтому они страховым случаем, они обязательно нужно собрать материал. Ну, бывает, у кого просроченная страховка, и только в тех случаях, если водители оба имеют страховые полиса, и есть явно виновный, определен, если они оба согласны, они правы, вот, сфотографировать, и, как бы, убрать машину и обратиться к страховую компанию. Но при ДТП вообще, в принципе, желательно не трогать машину, да, как я понимаю? Ну, если она... Нет, ДТП, в любом случае, зафиксировать должны, они на фотофиксации обязательно должны зафиксировать. Если согласны, если, конечно, у них спорный вопрос, тогда, конечно, вызывает ГИБДД, чтобы, как бы, разбирались с этим. Вот если поговорить о скоростном режиме, вот, какие есть рекомендации по скоростному режиму в черте города, за городом, и есть ли там какие-нибудь, допустим, изменения, и вот, не только, и в пешеходных зонах там, ну, дворовые территории, допустим, да? Ну, по правилам дорожного движения в городе у нас максимальная скорость 60 км в час, и, конечно, у нас большинство дорожных транспортных происшествий проходит по улице Пролетарский, город именно, и автодорога Хасаю-Дылым, они тоже, вот, бывают часто у нас дорожные транспортные происшествия, и, хотя мы как-то стараемся, делаем скорости гасителей, но, тем не менее, водители все равно превышают скорость. Желательно, чтобы они осознали, что это нарушение грубое, и при ДТП, конечно, могут пострадать люди. У нас вот большинство, вот это, вот эти три точки, это по Пролетарски, автодорога Хасаю-Баба-Ёрк, это объездная дорога, и автодорога Хасаю-Дылым. На этих трех точках у нас большинство аварий, вот, из-за скоростного режима, вот. Часто, вот, улица Грозовская и Пролетарский перекресток, вот, там тоже у нас, вот, часто случается ДТП, то, что, из-за того, что у водителя, вот, светофор, то, что нарушит, или скоростной режим нарушает. Вот если говорить о профилактических мерах, вот, допустим, есть ли какие-нибудь там, ну, либо намеченные, либо проведенные мероприятия, я имею в виду в плане, наверное, ну, я так скажу, повышения культуры вождения, потому что, ну, как бы, правила, правила, ну, до тех пор, пока мы, грубо говоря, на самом деле не научимся уважать друг друга на дороге, здесь уже одними санкциями, как говорится, вопрос не решишь. В таком плане, какой-нибудь там работа. Конечно, этот, водители сами должны это осознать, то, что правила, культурное вождение, это, конечно, это для всех, это приемлемо, и, конечно, они сами должны знать, что при скорости, это более 60 км в час, они могут, конечно, и совершить дорожный транспорт, прощести, и наезд на пешеходов, и в связи с тем, что у нас город, действительно, у нас много транспорта, этот превышать его мы не советуем, поэтому и на этих участках мы в основном, где очаги дорожного транспорта, выставляем наряды ДПС, и, конечно, как-то, чтобы снизить аварийность в городе, и как-то, чтобы они сами осознали в организациях, транспортных, автопредприятиях, мы проводим беседы, чтобы они как-то и пешеходов перевозили, и пропускали, чтобы операции пешеходов у нас, вот сейчас как раз-таки начинаются, чтобы они вот маршрутки, чтобы пропускали пешеходов, и, конечно, и работа проводится с пешеходами, чтобы и в школах, и в других предприятиях мы проводим беседы, чтобы они как-то не нарушали правила дорожного движения, чтобы они обращали внимание на это. Обращали на это внимание. У нас часто бывают операции пешеходов, внимание, дети, автобус. Это все делается для того, чтобы как-то снизить это количество дорожных транспорта, происшествий, и опасность для, например, при операции автобуса, внимание, делается большинство на пассажирский транспорт, как они перевозят, неисправленных транспортных средств, если перевозят, конечно, людей. То же самое может быть какой-то опасность для пешеходов, этих пассажиров. Большинство, вот то, что был акцент, то, что выезжающие за пределы, ранее было то, что лежанки на автобусах устанавливали при ДТП, конечно, могли больше людей пострадать. Сейчас уже все исхранили. Вот эти лежанки сейчас вне закона, да, как я понимаю? Это уже все запрещено. И при таких, если такие попадаются смельчаки, на таких составляется протокол административный, и могут аннулировать, не то, что могут, аннулировать регистрацию. Это уже в первую очередь, если на автобусе имеются лежанки, он идет на аннулирование. Настолько строго, как бы, да, с этим? Да, чтобы как-то с ним бороться, отправляют документы, копии протокола и копии документов регистрационного отдела, чтобы аннулировать регистрацию. И, конечно, потом водителю надо заново устранять это все, причины заново переоформлять этот автобус. Так же самое и на пассажирский транспорт, который незаконно устанавливает газобаллонное оборудование, и на них тоже самое этот все пункт действует. Это 7.18 правил дорожного движения, где они вот то же самое, для внесения изменений в эту конструкцию, то же самое отвечает по этой статье, техничесправным. То же самое могут аннулировать регистрацию. Ну, если, допустим, тему ГБО как бы продолжить, каково сегодня вообще положение с этим вопросом, я имею в виду для общего вообще транспорта? Ну, для общего поля транспорта, хочу сказать, что она вот, когда были предупреждены люди, что будут приниматься в отношении них, были большие очереди на регистрационных отделах, и потом дали отсрочку, как бы, чтобы их не штрафовали, чтобы их не беспокоили. Ну, в данный момент тоже самое в регистрационных отделах этой очереди есть, поэтому сейчас пока таких больших вниманий на них не уделяется, только уделяется на пассажирский транспорт, потому что они, прежде всего, должны перед тем, как его установить, они должны пройти некоторые процедуры, проверку, пройти экспертизу, этот автобус должен пройти, что она допускается, разрешает на него установку, и только тогда его оформляют в регистрационном отделе. Само транспортное средство. Да, они должны технический осмотр пройти, диагностику, и, конечно, после всего этих экспертиз только тогда дают разрешение на отметку, чтобы они могли отметить в регистрационном отделе. Вот есть еще такой вопрос, вот интересный, хотелось бы тоже узнать. Часто такой вопрос встречается. Какое же процентное соотношение среди нарушителей, я имею в виду по возрастной категории, кто у нас больше все-таки является нарушителем на дорогах, по каким возрастам? Ну, по возрастам это всегда было, что молодежь, они вот, не имея навыков вождения, они начинают, вот, как сел за руль и давить на газ, а взрослые, конечно, они более дисциплинированные, и, конечно, хотелось бы, чтобы они своих детей тоже учили, вот, видят то, что вот ребенок его садится, вот, покупает машину, чтобы они предупреждали его, чтобы они как-то могли оберечь его от таких ситуаций, чтобы они, вот, много вот становятся вопросов, вот, во двор вот ставят свою машину, сын, а там полностью автомашина затонирована, затемненная или без номеров, чтобы они делали сами родители замечания, а не инспектора ГАИ, чтобы у них вопросов не было, чтобы, почему затонировал, чтобы к ним эти санкции административные не применялись, поэтому, чтобы они, конечно, в первую очередь, это затемненные автомашины, это влияет на безопасность, на водителя, обзор, конечно, плохой, особенно зимнюю погоду, осеннюю, дождливую погоду, поэтому она влияет на безопасность. Насколько я сейчас слышал в связях массовой информации, сейчас с нового года за тронирование, за, как бы, рецидив, до 12 раз, по-моему, насколько я знаю, могут лишить водительских прав. Да, есть такое, у нас принимается закон, что первый раз она уже от 1500, потом уже до 5000, могут привлечь его административную ответственность, поэтому, конечно, и вот многие не знают, то, что водитель на светофоре, даже вот элементарно, на красный свет светофора нарушил, первый раз идет ему 1000 рублей штраф, а второй раз уже повторным 5000 рублей штраф идет за нарушение правил проезда светофора, на запрещающий свет светофора. А здесь такой вопрос у меня возникает, может быть, я не в курсе, может быть, у вас какая-то база данных, есть нарушителей, что получается, имеется в виду, нарушения фиксируются, как бы, гаданиями. Сейчас, данное время уже, она, конечно, база данных есть, у нас очень много водителей попадает, которые, будучи леченым, управляют. Они вот думают, если он права не сдал, его никто не знает, что он при составлении административного протокола этот лицо знакомств с этой ситуацией проверяется по базам. Поэтому он, конечно, потом может привлечен в другой этот мере, потому что может плод до ареста до 15 суток, будучи то, что он леченым управляет, там 30 тысяч штраф или до 15 суток ареста. А там есть какое, допустим, правило поединения, допустим, если человек не знал об этом, что он лечен, имеется в виду? Ну, леченым, он, чтобы не знал, такое очень маловероятно, потому что при лечении его вызывают в суд, и если человек вызвали в суд, и его сообщают об этом, если он даже не явился, им отправляют извещение, что постановление, копию могут отправить, что он лечен права управления. Поэтому, что вот многие не знают, то же самое скажу, то, что срок лечения идет со дня сдачи водительского удостоверения. То есть, неважно, когда это было нарушение. Да. Если его, даже хоть он не ездил за рулем, год, если его лечили, там, на месяц даже, примерно месяц, он, срок начинается со дня сдачи его водительского удостоверения. Если он не сдал у себя, держит его, она не начинается даже, срок начинается с дня сдачи этого водительского удостоверения. И там, и там еще потом есть такой последующий сюрприз о необходимости сдачи повторного экзамена. Если он уже не трезвенном состоянии попадался, он уже также должен взять, пройти медицинскую комиссию на водителя. Если он, будучи в не трезвенном состоянии, лечен, тогда он должен иметь комиссию, представить справку. Это дополнительный? Дополнительный. Это плюс экзамен. Сдать экзамен. Ну, значит, вот по нарушениям мы сказали, что как-то более молодое поколение, да, вот мы, кроме, допустим, превышения скоростного режима, у нас есть еще такое понятие, как нарушение сплошной линии. Вот с этим делом как обстоят дела в городе? Ну, с этим делом тоже, конечно, работа проводится. Вот сейчас уже видеорегистраторами вот фиксируются его нарушения и, конечно, предоставляется судебным инстанциям. Поэтому вот человек, если он сплошную нарушил, он должен знать, что за это идет лишение права. И редко... Там нету первого штрафа? Есть там штраф, если нет фиксации, видеофиксации, могут на пять тысяч оштрафовать его. А если представлены видеофиксации, все, его лишают от четырех до шести месяцев лечить могут водительское водостроение. Право управления, да. И там тоже, насколько я понимаю, опять-таки, повторная сдача экзаменов. Ну, при повторном, даже вот, если уже, если он повторно попался, его точно уже лечит право управления. Это уже, если от одного до трех месяцев лечит его. Ну, то же самое, как на безномерной транспорт. тоже, сейчас, как ранее, таких уже мало, потому что при регистрации, перерегистрации у нас номера сейчас не сдаются, поэтому у нас безномерных уже меньше. Ну, что бы хотелось, чтобы водители знали, за это нарушение в управлении без госномерного, без регистрационного знака, 5 тысяч штраф плюс или лишение от одного до трех месяцев. То же самое могут лишить и, конечно, он обязан сдать. С этим делом тоже как-то все же. чтобы они тоже с этим не связывали, чтобы они не играли. Вот эти вот изменения, изменения вот этих вот правил, это у нас получается было, ну, в связи с тем, что исчезли, значит, вот эти вот транзитные номера, да? Ну, да, транзитные номера, сейчас в любом регионе человек может зарегистрировать автомашину, необязательно прописка, чтобы там была, поэтому, и чтобы люди не ездили без номеров, сейчас транзитные если отменили, то номера те же остаются, ну, при желании этого человека, владельца этого автомашины, он может обратиться в регистрационный отдел и сделать замену госрегистрационных знаков, если такое есть желание, если у него. Вот еще был такой, наиболее такое часто встречающееся нарушение в городе, это, значит, парковка в неположенном месте, и что самое, наверное, еще наиболее часто встречающиеся, это парковка на тротуарах, вот с этим делом как это ведется работа, потому что это сейчас сплошь и рядом, и каковы, допустим, санкции к людям, которые нарушают это право? Ну, за парковку у нас это все время есть, эта работа по улице Тотурбио, это парковка второй ряд, это уже нарушение считается там от 1500 рублей штраф вплоть до задержания транспортных средств, могут транспортные средства задержать, поэтому у нас выставляются наряды на этот Тотурбио улице, чтобы они вот, и, конечно, если помехи создают пешеходам, то же самое, она вот идет штраф до 2000, поэтому нежелательно, чтобы они парковались на тротуарах и, конечно, не создавали ближе 5 метров, они перекрестку и пешеходному переходу они не имеют права останавливать или стоять, или остановка, стоянка запрещена, поэтому если улица, узкая улица, там так и в правилах так и обозначено, если от центра дороги, если меньше трех метров, конечно, там уже он не имеет права останавливаться и парковаться, поэтому где односторонние движения, то же самое, если улица узкая, там уже должен быть проезд три метра, чтобы он не создавал помехи для других, препятствий и помехи. Имеется по тротуарам, вы как бы здесь какие-нибудь акции, мероприятия, я почему второй раз повторяю этот вопрос, потому что действительно на сегодняшний день сплошь и рядом эти нарушения, потому что может быть какие-то там отдельные профилактические мероприятия к этому провести? У нас по ним тоже проводится ежедневная работа, но конечно у нас специальное мероприятие парковка по названию парковка, как и пешеход такая операция парковка и конечно большой акцент делается на эту парковку, она в любом случае при обнаружении таких вот прямо на пешеходном переходе или на тротуаре конечно на это будет обращается внимание и водители чем ранее у нас уже чуть-чуть улучшилась обстановка уже меньше стало вот таких автомашин которые паркуются на тротуарах потому что уже увеличены штрафы и конечно санкции увеличены в отношении них и конечно проводится работа чтобы они и в газете вот у нас было напечатано и в телевидении мы используем средства массовой информации чтобы они как бы осознали что вот так парковаться нельзя чтобы они и за других тоже думали работа проводится вот по поводу значит остановки сейчас как мы знаем по новым правилам инспектора дорожного движения он имеет право остановить в любом месте водителя если не право где-то вы поправьте значит и какой пакет документов может затребовать инспектор дорожного движения ну всегда водитель обязан при себе иметь водительское удостоверение и документы на автомашину конечно без необходимости его останавливать никто и не собирается если нет нарушений если есть явные нарушения даже плод до ремень безопасности это уже нарушение поэтому могут ранее было действительно без нарушений не останавливать сейчас изменилось ну кого хочет конечно у нас такого принципа нет останавливать останавливать подозрительные машины без ремня или затемненные автомашины у кого есть нарушения явные того и останавливать такого простого человека который едет по своей дороге без необходимости никто и не останавливает конечно если без номеров затемненные конечно и молодые там могут быть и в нетрезвом состоянии подозрения бывает а по поводу пакета документов ну пакет вот единственное у него должен быть страховой на автомашину страховой полюс водительское удостоверение и технический паспорт ну свидетельство о регистрации больше никаких документов не требуется у него и конечно многие с собой имеют паспорт это ПТС технического средства да она не обязательно даже при утере каких-то документов лучше его оставлять дома потому что при восстановлении они нужны ПТС ну паспорт нужен бывает поэтому его с собой носить не обязательно но у нас осталось совсем немного значит времени до конца эфира если у вас есть какое-либо обращение к нашим телезрителям в вашем случае водителям и пешеходам хотелось бы конечно обратиться всем и пешеходам и водителям чтобы они соблюдали правила дорожного движения вот потому что у нас это все взаимосвязано вот это наезды на пешеходов и конечно скоростной режим то что водители вот превышает скоростной допустимой скорость это уже конечно уже это очевидно и плохо то что при этом могут совершиться дорожные транспортные происшествия поэтому и зимний период вот гололед чтобы они без необходимости чтобы они не выезжали и конечно хотелось бы им пожелать чтобы они были всегда вот такие примерными и были возвращались домой живыми здоровыми спасибо большое я еще раз благодарю за такую обстоятельную беседу мы знаете сейчас допустим даже возникло такое желание все-таки мы на систематическом уровне как-то вот эту работу возобновим в том чтобы вот так как-то или вкватывал один раз вот так встречаться и анализировать как бы ситуацию на другом я готов вот уважаемые в следующей неделе во вторник в 19.00 уже в штатном режим мы продолжим наш эфир я на этом с вами прощаюсь до скорой встречи до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания Субтитры сделал DimaTorzok